Всем привет, друзья! С вами снова Артишок, и сегодня мы поговорим с вами об актуальных билдах для охотников в нашем любимом смайте. Пятый сезон уже вовсю показывает нам свои красоты, и пора поговорить о сборках. Начнем мы, естественно, с АДК. А почему? Потому что это моя основная роль, и мне будет проще так начать цикл данных видео, если они вам, конечно, понравятся. А это значит что? Поставь лайк, если видео тебе было полезным, ставь дизлайк, если не было, пиши замечания, пожелания и просто свои мысли в комментариях к данному видео. Сразу оговорюсь, в отличие от некоторых, кто делает перевод, а источник не указывает, материалы для данного видео полностью взяты мной с сайта esports.smitegame.com. Первая сборка, о которой мы поговорим, а их будет всего две, это Сила плюс Критический Урон. И еще один по скриптам. Я буду называть приметы на английском, я играл на английском, и менять язык я не собираюсь. Данная сборка ориентирована прежде всего на быстрый вынос полосы здоровья соперника, которая будет эффективна как в бою один на один, так и в командных сражениях. Естественно, и имеется ввиду режим завоевания, а не какой-то другой. Выбор начального предмета зависит только от типа охотника, которым вы собираетесь играть. Если вы будете использовать охотника, который полагается на способности, которые призваны очищать волны, например, Хуаи, либо Медуза, то вам обычно лучше покупать Мейдж Блессинг. Но если вы используете охотника, который больше бьет автоматической атакой, например, Шибаланг или Барама, то Хантер Блессинг станет вашим основным выбором. Один из немногих исключений является Анхур. Хотя он изначально использует свой импейл, чтобы лучше сражаться в узких проходах, чистить линию, то, казалось бы, выбор очевиден. Он должен пасть на Мейдж Блессинг, но Хантер Блессинг лучше брать для более поздней стадии игры для данного охотника, из-за его пассивной особенности. После того, как ваше благословление будет полностью настакано, а каждая из них требует 75 стаков, вы можете выбрать один из следующих предметов. Это либо первая часть Transcendence, либо первая часть от ботинок. Этот выбор сводится к тому, с чем вы чувствуете себя более комфортно, и не зависит от того, считаете ли вы, что отсутствие ботинок будет препятствовать вашей живучести на ранней стадии или нет. Какой бы предмет вам не понадобился, рекомендуется по-прежнему покупать Вариар Таби в качестве первого полноценного предмета, потому что мобильность, которую он обеспечивает, не только увеличивает вашу живучесть в джунглях и на линии, но и плюс 40 силы, также поможет вам начать наносить значительный урон. Вариар Таби и Transcendence будут собраны, мы покупаем Аси. Лайфстил, проникновение и скорость атаки от этого предмета, всего за 1700 золота, делает его слишком хорошим, чтобы выбрать что-то иное. После покупки Аси мы начинаем фармить на Executioner, этот предмет увеличит вашу скорость атаки и пробивания, но мы можем выбрать также вместо него Queen Size, если в команде соперников больше одного танка, либо несколько воинов. Далее мы покупаем Deadbringer, так как предметы, которые у нас уже есть, дадут отличное сочетание силы для него, тем более новые изменения в предмете, плюс 25% шанса крита, склоняют нас к его покупке еще больше. Это очень выгодный предмет для охотников на данный момент. А в последний слот мы уже выбираем предмет тот, который мы считаем более необходимым в данном матче. Это может быть как Rage, Wind Demon, либо Poison Star. Далее мы рассмотрим следующую сборку на лайфстил и критический урон. Ваши стартовые благословления здесь такие же, как и в сборке выше. Выбирайте Hunter Blessing, если вам нужна дополнительная сила для охотника с атакой, или Mage Blessing, если вы хотите получить дополнительный урон для охотника, у которого основной урон идет от способностей. После этого вы можете начать игру с первого уровня из Devourer Gauntlet, или первого уровня ботинок. Опять же, покупка полных ботинок будет более распространенным шагом, но с этой сборкой вы можете выбирать между Ninja Tabby и Warrior Tabby. Если ваш выбранный бок больше основан на автоматической атаке, то лучшим выбором будет Ninja Tabby. Но если ваш бок будет более зависим от способностей, тогда Warrior Tabby будет вашим выбором, поскольку он предлагает больше возможностей для сражения 1 на 1 и в командных боях. Главное запомните, ребята! Это ваша игра. Найдите свой оптимальный стиль и выберите то, с чем вы по своим ощущениям играете гораздо сильнее. После того, как мы собрали перчатку, вашим следующим выбором, вероятно, будет Ася. Этот билд представлен самим сайтом, но же есть мнение на этот счет свое. Практически весь четвертый сезон я играл с двойным лавстилом на АДК. Чисто по своим ощущениям, стоять против вражеского АДК так гораздо легче, и в командных боях вы становитесь более эффективным. Ведь у вас всегда будет возможность немного отойти назад от сражений и за несколько выстрелов по миньонам восполнить свое здоровье. Далее мы, скорее всего, выбираем снова Executioner, и мы не забиваем, что он и Ася – это два взаимозаменяемых предмета. Покупайте их вместе, либо по отдельности. Тут уже все зависит от вашего стиля игры. Ну а далее все, как в первой сборке. Сначала Deathbringer, а далее на выбор Rage, Wind Demon, либо Poison Star. Странно, для данного билда выбрано название лавстилы «Критический урон». Но статья на сайте предлагает нам не брать криты в данной сборке, а заменить Deathbringer и шестой предмет на Квинсайз и Титан Бэйн, если у соперников есть предмет на возврат урона. Хотя эти две сборки являются отличной отправной точкой для Охотников в пятом сезоне, вы всегда должны помнить, что сборки невероятно ситуативны для каждой игры. Существует несколько сценариев, которые могут сделать некоторые элементы из этих сборок неблагоприятными. И вы должны помнить, это лишь советы и не более того. И любые эксперименты для вашего стиля игры с новыми сборками могут дать результат гораздо выше. Надеюсь, данное видео было полезным для вас. Также хотел сообщить, что в моей группе ВКонтакте сейчас проходит розыгрыш нового скина на Афродиту. Ссылка будет в описании. Ну а с вами был Артишок. Всем спасибо, друзья, что посетили мой канал. Ставьте палец вверх, подписывайтесь и приходите снова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok